Напомню, картина в прокате с 6 сентября, и вот по трейлеру кажется, что она такая довольно комедийная. Это совсем не так. 22 сентября, это уже другая тема, в театральном музее спектакль «Шкаф» независимого Петербургского театра «Дети тишины». Возможно, кто-нибудь из вас их встречал на улицах города, молодые ребята работают в жанре пантомима. Так формулируют свою миссию театр «Дети тишины», уникальный коллектив, труп у которого составляют слышащие и неслышащие артисты. «Движением бровей, каким бы оно ни было легким, можно передать больше, чем сотнями слов», — говорил Чарли Чаплин, создатель одного из самых известных образов немого кино, образа бродяги Чарли. Автор идеи, режиссер и актер театра «Дети тишины», выпускник Санкт-Петербургской академии театрального искусства Александр Копосов, использует весь арсенал театра пантомимы. Он и бродяга, и человек с каменным лицом, так называли Бастера Китона, и французский мим «Бип», легендарный образ Марселя Марсо. Меня всегда интересовал движение пластика тела пантомима. И на одном из фестивалей я увидел, как выступают неслышащие артисты, и меня поразила их супервыразительность, гипервыразительность. И то, что они в силу своей природы могут быть гораздо выразительнее, убедительнее, чем профессиональный актер. Уличный артист годами нарабатывает навык, чтобы встретить человека, ну, в виде, да, человека, с которым работает на улице, входит в контакт, и сразу понять, оценить. То есть, стоит к нему подходить, не стоит, как, как лучше разыграть, с этой стороны или с той, какую историю. А у них это от природы, они считывают вот этот язык тела, и это, конечно, меня очень заинтриговало. Дети тишины родились в 2013 году из театра-студии Пантомимы при Всероссийском обществе глухих. Первый спектакль «Как же так?» — клоунская буфанада о волшебнике, исполняющем любые желания, играли в театре и на улицах. Участвовали в Международном фестивале уличных театров на Илагином острове, показывали в Ярославле, в Твери и в Израиле. Сегодня в репертуаре проекта спектакли «Стулья» — пантомима в сочетании с акробатическими номерами, шкаф о мире забытых, убранных подальше вещах, метафора спрятанных подальше проблем, новогодняя сказка-приключения Деда Мороза и его друзей и десятки театральных сценок на тему любви, волшебства и преодоления всех возможных барьеров. «В целом очень интересная тема. И мир глухих, и мир слышащих, и их взаимодействие, и цель проекта немножко, и моя цель и задача изменились. То есть изначально, если я шел для саморазвития, для любопытства некого, то сейчас наш проект преследует иные цели. Мы разрушаем стереотипы о неслышащих людях, мы делаем спектакли, понятные любой аудитории. Карьера моя актерская началась с режиссуры театрализованных представлений и праздников. Вот, собственно говоря, я там познакомился и с улицей, и с тем, как работать с аудиторией. Позже попробовал себя в режиссуре кино и телевидения, поучился в театральной академии. Но параллельно все равно занимался театром, занимался клоунадой. Для меня это всегда эксперимент, получится, не получится, выйдет, не выйдет, потому что это всегда неподсказуемо, это всегда, в первую очередь, импровизация. Но, как показывает многолетняя практика, всегда все получается. Костюмы мы брали из разных спектаклей, мы к каждому проекту, к каждому спектаклю отшиваем новые. И здесь такая сборная солянка сейчас, потому что людей много, это студия, много новых ребят. И здесь классические мимо костюмы, когда красная юбочка, полосочка. Я подбираю, чтобы была коллекция, чтобы был разный масштаб полоски, чтобы это было не скучно, чтобы каждый отдельно человек мог существовать, и вместе мы смотрелись гармонично. А ты как-то называешь свой образ? Есть какое-то имя образа? Никогда об этом не думал. У меня он просто называется «Клоун». Зеленый. Закон телевизионного жанра, даже несмотря на поздний час, говорят нам, что сейчас необходимо прерваться. Но, пожалуйста, не засыпайте, после рекламы увидимся. Редактор субтитров А.Семкин